И к другим новостям. В правительстве региона подводят итоги Питерского экономического форума. Десятки встреч и соглашений. Ряд по реализации масштабных инвестпроектов. О самых известных и знаменитых расскажет Юлия Савосина. 12 тысяч человек из 130 стран и программа, разработанная специалистами из России, Европы, Азии, США и Латинской Америки. Петербургский международный экономический форум. Это одна из самых крупных площадок, где ежегодно подписываются тысячи соглашений между компаниями разных стран. Бюджет мероприятия 2 миллиарда рублей. Насыщенная программа была у делегаций из Челябинской области. Ее возглавлял Борис Дубровский. Уже в первый день губернатор выступил на панельной сессии БРИКС «Новые подходы к экономической интеграции». В своем выступлении глава региона отметил, что Челябинская область готовится принять у себя саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году. И сейчас активно развивает международное сотрудничество с организациями стран-участниц. Во внешнеторговом обороте Челябинской области на их долю приходится более 40%. Один из главных партнеров – Китай. Товарооборот с этой страной в прошлом году превысил 300 миллионов долларов. Мы один из первых регионов, которые получили право на поставку зерна в Китай. До этого у нас была комиссия, которая провела фитосанитарный анализ, и нам дали это право. Это не у многих это право есть. Еще один перспективный партнер Челябинской области – Индия. По итогам первых трех месяцев товарооборот Южного Урала с этой страной вырос более чем на 70%. Борис Дубровский отметил, что весьма плодотворным был визит делегации области в республику в апреле этого года. Индийская сторона предложила построить на Южном Урале чайразвесочную фабрику и фармацевтическое производство. А некоторые компании заключили соглашение о поставках оборудования. Теперь нужно решить логистический вопрос. Это и обсуждалось на форуме в Санкт-Петербурге. Что касаемо Индии, совсем другая логистика. Горы, мы не имеем железнодорожного и автомобильного сообщения с Индией. Доставка грузов туда возможна только морем. Да и Индии же, соответственно, морем это 30 дней и значительно больше. Поэтому обсуждались вот эти факторы. Обсуждалось и участие крупных строительных компаний в строительстве объектов Кшос и Брикс. Группа ВИЗ готова помочь в реконструкции набережной реки Миас. Подобный опыт у нее есть. Есть он и у венгерской компании. Она строила олимпийские объекты в Сочи. Такого же уровня здания нужны теперь Челябинску. Все соглашения и договоренности, достигнутые на питерском форуме, солидны и стратегически важны. Вот то, чего так долго ждали. Подписание соглашения между Челябинской и Свердловской областями и российскими железными дорогами. О строительстве высокоскоростной магистрали Челябинск-Екатеринбург. Уговаривать соседей не пришлось. В 2025 году у них пройдет Экспо. Международную выставку по предварительным подсчетам посетят почти 50 миллионов гостей. Искоростная магистраль соединит аэропорты и центры Челябинска-Екатеринбурга. Добраться из одного региона до другого можно будет за час и 10 минут. Сейчас путь занимает 3-4 часа. В текущий момент мы достаточно серьезно продвинулись. В нашем осмыслении этого проекта у нас уже выбрана трасса. Мы понимаем, что эта трасса соединит два аэропорта, пройдет в центре Челябинска. Соглашение на 200 миллионов рублей подписано со швейцарским концерном ОМИА. Эта компания на Южном Урале в поселке Субутак работает уже больше 10 лет. И они заявили о намерении работать в нашей области еще 50-70 лет. В будущем компания планирует строительство новой линии производительностью до 150 тысяч тонн молотого мрамора в год. А это новые рабочие места и солидная прибавка в бюджет. Получит разрешение на строительство современного склада для хранения овощей и фруктов объемом 220 тысяч тонн и венгерская компания. Проект будет реализован в индустриальном парке «Малая Сосновка». Кроме того, на Южный Урал с деловым визитом приедут представители Volkswagen Group Rus. Отмечу, что в начале этого года Владимир Путин пообещал помогать автоконцерну в развитии и производстве на территории России. Мы достигли договоренности, что группа Volkswagen очень заинтересована в покупке ряда комплектующих для своей автомобильной линейки. Сейчас мы ждем от них информации, какие именно позиции им интересны. Volkswagen уже сотрудничает с ММК. Комбинат изготавливает сталь для кузовов автомобиля. Теперь сотрудничество продолжится и с Челябинском, но уже в сфере комплектующих для автомобилей. С инициативой открыть производство на Южном Урале выступила и крупная газовая компания. В разгар подписания соглашения на форуме прозвучала еще одна позитивная новость. Челябинская область поднялась на 10 позиций в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов с 32-го места на 22-е. Учитывалось несколько показателей. Поддержка бизнеса, уменьшение сроков подключения к сетям и снижение сроков получения разрешений на строительство, а также развитость инфраструктуры. Задача губернатора – войти в первую двадцатку. И новые соглашения Питерского форума могут в этом помочь.